Фондовая Америка пережила не самую лучшую неделю, и новая обещает еще ряд стресс-тестов. Ключевые данные по инфляции в Соединенных Штатах претендуют на звание главного драйвера рынка. Но до этого инвесторам предстоит оценить ряд новых заявлений спикеров ФРС. Завершающим аккордом станут первые квартальные отчеты, которые перенесут фокус внимания на банковскую сферу. Кроме того, не стоит забывать и о центральных банках, которые на этой неделе начинают очередной крестовый поход против инфляции. Как понимаете, фон недели немного тревожный, а перспективы рисковых активов не самые лучшие. Аналитики группы компании Инстафорекс оценили главные новости и события, чтобы представить вам свой прогноз на открытие торговой недели. Это свежий обзор рынка США. Как и прогнозировали наши эксперты, торговая пятница не принесла позитива рисковым активам, несмотря на довольно сносные данные о состоянии рынка труда. Фондовые индексы США завершили биржевой день в красной зоне. К звонку о закрытии бирж промышленный индекс Доу Джонса упал на 187 пунктов или 0,55%. Технологичный NASDAQ закрылся ниже на 0,13%. А эталон S&P 500 опустился на 0,12% до уровня в 4398 пунктов. Предрыночные торги понедельника биржевые топы провели довольно сдержанно. Фьючерсы на фондовые индексы демонстрировали вялые попытки немного восстановиться, но не совсем удачные. Индексы колебались между падением и ростом от 0,04% до 0,05%. Что касается прогноза движения котировки S&P, то для базового индекса диапазон очерчен в тех же границах между отметками 4370 и 4440 пунктов. Основные индексы Уолл-стрит в пятницу завершили сессию падением, так как инвесторы переварили отчет о занятости в США, который показал более слабый рост, но все же сигнализировал о том, что дела на рынке не так уж и плохи. Предприятия США добавили наименьшее количество рабочих мест за 2,5 года в июне. Отчет показал, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209 тысяч рабочих мест в прошлом месяце. Данные немного успокоили трейдеров после распродажи в четверг, вызванной ростом числа рабочих мест в частном секторе от ADP. При этом новость, которая могла бы поднять настроение в отношении риска вместе с растущим уровнем безработицы, была нивелирована свежим показателем устойчивого высокого роста заработной платы, что указывает на жесткие условия на рынке труда. Таким образом, пул данных о занятости, хотя и отразил некоторое замедление рынка, но все же сохранил ощущение того, что нынешнего охлаждения недостаточно, чтобы заставить Федрезерв нажать на педаль «Стоп». При этом президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Колспри сказал в пятницу, что он не согласен со своими коллегами из резервных банков США в том, что в этом году ставки должны будут повыситься еще пару раз, чтобы сдержать слишком высокую инфляцию. Но это лишь один голос, немного отбившийся от ястребиного хора. Что касается корпоративного сектора, то в пятницу акции Riven Automotive выросли на 14,2%, после того, как производитель электромобилей сообщил о более высоких, чем ожидалось в квартальных поставках. Акции Alibaba, зарегистрированные в США, выросли на 8%, после того, как китайские власти заявили, что наложат на эндгруппы штраф в размере 984 млн долларов. Среди секторов S&P 500 больше всего упали защитные группы, при этом потребительские товары упали на 1,3%. Энергия выросла на 2,1%, а материалы на 9%. Индекс компании с малой капитализацией Russell 2000 за день выросли на 1,2%. Основные индексы завершили неделю с потерями после сильного первого полугодия. За неделю S&P 500 упал примерно на 1,2%. Dow потерял 2%, а Nasdaq – 9%. Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник преимущественно снижались, так как инвесторы проявляли сдержанность в преддверии ключевого отчета по инфляции. На этой неделе все внимание будет приковано к данным по потребительским ценам США, которые станут последним важным пазлом перед июльским решением Федеральной резервной системы по процентной ставке. И ожидается, что опубликованный в среду отчет покажет снижение общей инфляции почти на 1%, до 3,1% в прошлом месяце. Пока же неделя началась с дефляционных новостей из второй экономики мира. Китай в понедельник сообщил, что заводские цены упали в июне самым быстрым темпом за последние 7 лет, а годовой инфляции потребительских цен вообще не было. Хотя это беспокоит Китай, статистика может помочь ослабить опасения по поводу инфляции в других странах. Отметим, что министр финансов США Джанет Йеллен завершила свой визит в Китай без каких-либо существенных прорывов в напряженном торговом и промышленном противостоянии между двумя экономическими сверхдержавами. Доходность двухлетних казначейских облигаций снова упала ниже 5% в пятницу и осталась на этом уровне сегодня. Однако доходность десятилетних облигаций оставалась выше 4%. Предварительная стабилизация рынка облигаций, однако, не подняла акции. Фьючерсы на индексы снова были в минусе перед открытием. Трейдеры по-прежнему ожидают, что Центральный банк США повысит ставки на 25 байсных пунктов в конце этого месяца. Но мнения относительно траектории повышения ставок до конца года разделились 50 на 50. Кроме того, неделя усложняется еще и тем, что начинается отчетный период за второй квартал. Первыми о результатах отчитаются ведущие банки JP Morgan, Citigroup и BlackRock. Инвесторы ожидают, что результаты прольют свет на состояние кредиторов после крупнейшего кризиса 2008 года, который обрушился на банковский сектор. В целом ожидается, что прибыль участников S&P 500 упадет на 5,7% во втором квартале. Стратегии Citigroup понизили рейтинг акций США до нейтрального, добавив, что рост акций мегакапитализации настроен на откат, а риски рецессии США все еще могут быть ощутимыми. При этом акции Meta Platforms прибавили 1,1%, опередив своих конкурентов из топа технологий. Брокерская компания Evercore ISI заявила, что бурное противостояние с Twitter открыло возможность для приложения конкурента и Meta ловко воспользовалась этим. Котирующиеся в США акции китайских автопроизводителей, включая LiAuto и Nio, упали от 1 до 2,4% на премаркете после того, как китайская ассоциация автопроизводителей отказалась от обещания избежать аномальных цен. Шаткие настроения рынка уже после звонка могут получить импульс и вектор движения от членов Федрезерва. Сегодня в информационном поле они будут главными звездами. Трейдерам предстоит оценить взгляд в будущее денежно-кредитной политики вице-председателя ФРС Майкла Бара, президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретте Местер и президента Федерального резервного банка Атланта Рафаэля Бостика. Что касается валютного рынка, то он сегодня гораздо более благосклонен к доллару, чем на закрытии недели. Котировка USDX внутри дня торговалась вблизи значения 102,4% выше. Что касается прогноза, то он очерчен между отметками в 102,1 и 102,7%. Доллар в понедельник частично восстановился после разгромной реакции на пятничные данные, показавшие, что прирост рабочих мест США был самым низким за 2,5 года. Индекс доллара на этих данных упал на 0,87%. В то время как детали в отчете о занятости, отражающие устойчиво высокий рост заработной платы, подчеркнули рыночную оценку дальнейшего повышения ставок в конце этого месяца, они же помогли убедить рынки в том, что окончание программы повышения ставок ФРС по крайней мере близко. После пятничного движения сегодня на валютном рынке наблюдается откат по главным парам. В понедельник евро снизился по отношению к доллару на 0,12%, после скачка на 0,7% в пятницу, а фунт стерлингов потерял 0,5%, поднявшись на 0,79% на предыдущей сессии. Наибольшие потери по отношению к американской валюте понесли в понедельник австралийские и новозеландские доллары. Так валюты реагировали на падение производственных индекса цен производителей и потребительских цен в Китае. Также поддержку на открытии недели доллар может получить от выступлений спикеров Федрезерва, но импульс может быть ограничен до среды и выхода данных по индексу потребительских цен США. Что касается канадского доллара, то актив сегодня тоже развернулся в противоположное пятничному движению. Луни теряет по отношению к американскому коллеге, и пара доллар-кади внутри дня выросла на 0,2% до уровня 1,3299. Что касается прогнозного диапазона, то на торге он отчерчен между значениями 1,3270 и 1,3330. Если еще сегодня Канаде зависим от движения доллара и нефтяных котировок, то уже в среду актив получит четкое направление движения от Банка Канады. По мнению аналитиков, Центробанк намерен провести второе последовательное повышение процентной ставки на четверть пункта, после того, как экономические данные нарисовали довольно смутную картину для канадской экономики. Данные за последний месяц показали некоторые признаки замедления темпов роста. Инфляция снизилась до 3,4%, отчет о занятости за май оказался скудным, а дефицит торгового баланса в мае абсолютно неожиданным. Тем не менее, рынок ожидает очередного повышения ставки. Рост экономики остается устойчивым, а рынок жилья демонстрирует признаки оживления, несмотря на 9 уже проведенных повышений ставок. Все это привело рыночных стратегов к вере в очередное повышение ставки Банком Канады на этой неделе на 25 базисных пунктов до 5%. Что касается стоимости нефти, то котировки открывают новую неделю снижением. Фьючерсы на ефть марки Бренд упали на 0,6%, до 77,96 доллара за баррель. И нефтяные ориентиры выросли более чем на 4% на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня с мая. И зафиксировали рост вторую неделю подряд. Что касается криптовалютного рынка, то он все еще остается под давлением, поскольку ажиотаж вокруг ETF постепенно снижается, а противостояния с комиссией по ценным бумагам и биржам нет. Активы остаются в смешанных настроениях. Цифровое золото внутри дня преимущественно снижалось, но держалось выше 30 тысяч долларов. Ближе к открытию бирж США, биткоин развернулся в рост и торговался у значения в 30 тысяч 200 долларов или на полпроцента выше. Что касается топовых альткоинов, то они тоже были разнонаправленными. Несмотря на недавнюю волну заявок на ETF, на рынке криптовалют анализ JP Morgan показывает, что эта уверенность может быть неустойчивой. В отчете подчеркивается, что аналогичные продукты в Канаде и Европе привлекли лишь ограниченное число клиентов. И это ставит под сомнение долгосрочные перспективы биткоин-ETF. Однако, несмотря на наметившуюся неопределенность, биткоин-киты, ссылаясь на крупных держателей криптовалют, сохраняют оптимизм. Сентимент средства обслеживания данных блокчейна сообщил о воскресенье, что адреса, содержащие от 10 до 10 тысяч биткоинов, с 17 июля накопили дополнительно 71 тысячу биткоинов, что эквивалентно почти 2 миллиардам 150 миллионов долларов. При этом биткоин может достичь 50 тысяч долларов уже в этом году и 120 тысяч долларов в концу 2024 года. Такой прогноз в понедельник публиковал Standard Chartered. Банк еще в апреле опубликовал прогноз по биткоинам на конец 2024 года в размере 100 тысяч долларов, полагая, что так называемая криптозима наконец-то закончилась. Но один из ведущих валютных аналитиков банка, Джефф Кендрик, сказал, что теперь есть 20% потенциал роста. Повышение прибыльности майнеров на добытый биткоин означает, что они могут продавать меньше, сохраняя при этом приток денежных средств, уменьшая чистое предложение биткоинов и повышая цены на актив. Возвращаясь к более близким перспективам цифрового золота, отметим, биткоин продолжает набираться сил в диапазоне от 30 тысяч до 30 с половиной. Пробой этих границ может привести цифровое золото либо к снижению до 29 600, либо к восстановлению до 31 тысячи долларов. Это был взгляд на открытие торговой недели от экспертов группы компании ИнстаФорекс. И наша команда продолжает анализировать главные рыночные события, чтобы вы всегда были в курсе актуальных новостей. Следите за обновлениями на нашем канале, анализируйте, торгуйте и зарабатывайте вместе с ИнстаФорекс. Всем успешных сделок и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok